В 2022 году отмечает свой юбилей студия «Танца Лариса». Вот уже 30 лет известный танцевальный коллектив успешно обучает танцам и благодаря инновационным методикам и профессиональному тренерскому составу являются одними из лидеров в обучении танцев не только в Алтайском крае, но и в Сибири. И сегодня у нас в гостях Лариса Любивая, бессменный руководитель студии «Танца Лариса». Лариса, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну и мы в первую очередь поздравляем вас и ваш коллектив с юбилеем. Спасибо. Поздравляем. Спасибо большое. Ну что, рассказывайте, как планируете отмечать это грандиозное событие? Мы решили, что этот год мы отметим активной деятельностью. Мы проводим очень много интересных мероприятий, и все эти мероприятия мы делаем по-новому, интересно и посвящаем их на юбилею нашего замечательного коллектива. Студии «Танца Лариса», повторюсь, да, опять-таки в этом году исполняется 30 лет. Вот расскажите, с чего все начиналось, как и кем создавался ваш клуб, и можно ли эти 30 лет разделить на какие-то этапы, периоды, да, и рассказать какие-то ключевые моменты? 92-й год. Сами представляете. Ну да, уже посчитали. Да, 92-й год. Кружок «Бального танца», причем он был просто при школе. Потом мы немножечко развились, и кружок «Бального танца» стал при ДК «Трансмаш». Мы там пробыли практически 15 лет. Потом мы стали студией «Танца Лариса» при Центре детского творчества Октябрьского района практически сразу. И вот 30 лет мы уже вместе с этим замечательным бюджетным учреждением. И, соответственно, сейчас мы остаемся в студии «Танца Лариса», но уже поменяв площадку, сейчас мы находимся уже в центре города, на улице Северо-Западной, с отдельным прекрасным помещением, с тремя залами. И плюс есть филиал еще в индустриальном районе. То есть расширились. Отлично. Дай бог, чтобы еще расширялись. Да я думаю, что... Ну, планируем. Все в планах, и все получится однозначно. А вот какие были поворотные моменты в истории вашей студии? Были или нет? Я считаю, что мы каждый раз прирастали чем-то. То есть сначала мы были детским кружком, потом мы стали заниматься танцевальным спортом. То есть наша студия одна из тех, кто создали Федерацию танцевального спорта Алтайского края вместе с другими студиями в 90-х годах. И первыми проводили чемпионаты по спортивным танцам. Потом, собственно говоря, у нас появилось танцевальное шоу, которое и стало нашей визитной карточкой, благодаря которому мы известны не только в Сибири, но и в России. Потом у нас появилась школа танцев для взрослых. Опять же, мы были первые, кто в Барнауле это подтянул, благодаря известному проекту, если вы помните, «Ночи Гаваны», когда танцевали все журналисты Алтайского края. Ну и сейчас это в Куфе все продолжает развиваться. Сейчас мы еще являемся организаторами больших образовательных программ и фестивалей уже международного уровня. Вот про программу немножко поговорили, да? Ваша методика преподавания, она как-то изменилась за эти годы? Или обучение танцам, хореография имеет вот свои какие-то традиционные, незыблемые, я бы сказала, формы? Вот как? Я считаю, что методика — это люди. И прежде всего мы гордимся нашими педагогами, которые все являются нашими бывшими учениками. Соответственно, они дух и атмосферу нашего клуба уже впитали с детства. И все наши педагоги — это наши бывшие ученики. А потом дальше учиться, учиться и учиться. И не бояться ничего нового. Вот она и методика. Ну а какие в целом танцевальные направления вы развивали на протяжении этих 30 лет? Ну прежде всего это, конечно, бальный танец. Бальный танец. Да, то есть мы фанаты парного танца. Даже если мы уходим от танцевального спорта, который все равно является одной из основополагающих направлений в нашем клубе, парный танец все равно остается нашей бессменной любовью. И лучше нас никто парный танец, наверное, не сделает даже в шоу-варианте. Потому что даже направление 3D-шоу, которое мы одни из первых тоже в России освоили, там очень много парного. Как ни странно. Ну и мы романтики, по сути. Вот я думаю, сейчас как раз вот там 3D-варианты идут где-то сзади. Поэтому парный танец остается нашей любовью. Латиноамериканский танец, европейский танец. Хотя сейчас, конечно, уже очень много и современного танца, и акробатики уже появилось. Это без этого никак, это развитие. Но тем не менее парный танец – это наша любовь. Это прекрасно. Что в своей жизни вы считаете вот таким самым большим достижением? Поделитесь. Я считаю, это наша команда. Это наши педагоги и это наши взрослые танцоры. Потому что когда люди с тобой долгое время, когда люди с тобой практически те самые 30 лет, это ценно. Да, вот расскажите, как в вашу жизнь пришел танец? С чего все началось? Я помню. Я помню. Мы с родителями в то время жили в Чехословакии. Это был, наверное, 88-й год. Ну вот было, да, в то время. Папа у меня работал специалистом, и мы работали инженером в Чехословакии. И там показывали бальные танцы. Потому что бальные танцы были очень популярны именно в Чехословакии. Это были безумные пышные юбки до ушей. Сейчас таких не носят. Они были короткие, вот как пена. Вот такие вот, прям, знаете, как эти грибочек, боровичок вот такой. И я вот села около телевизора, глаза вот так открыла, говорю, мама, это что? И вот она мне рассказала, что это бальные танцы. И что, оказывается, бальные танцы в Барнауле тоже есть. И тогда они были в ДК Меланджевого ВМК, который сейчас Молодежный театр Алтая. Правильно, да, Молодежный театр Алтая, да, на площади Октября. И там была Лея Семогловна, которая вела эти бальные танцы. И бальными танцами тогда занимались только взрослые. Детей не было. Вот как раз детские группы, мы одни из первых набрали в городе Барнауле именно детские бальные танцы. А тогда были только взрослые. Соответственно, когда я вернулась из Чехословакии, это было мне лет 14-15, я пошла на бальные танцы. Вот так они пришли. Она и является для вас примером для подражания, правильно? Напомните фамилию. Я сейчас скажу дальше, чтобы потом... Да, Лея Семогловна, она, собственно говоря, была тем, кто познакомил. Но именно любовь привили чета Денисовых. Это были такие тренера, которые как раз очень мощно развивали бальные танцы в городе Барнауле. Да, да, мы работали с ними очень долго в ДК Трансмаш, в ДК Котельщиков. В ДК Котельщиков, да. И вот они по-настоящему первыми учителями, блин. Отлично. Да, и вот как раз они вот эту любовь и желание развиваться дальше нам и привили. Это замечательно. Ну а есть ли у вас пример для подражания именно в танцах, в жизни, может быть? Поделитесь, если это не является секретом. Ну, конкретного у меня нет. Я восхищаюсь в людях очень многим. То есть я восхищаюсь в людях трудолюбием. Я восхищаюсь в людях умением видеть хорошее и красивое. Умение не ныть и не останавливаться в любой ситуации. Поэтому, мне кажется, любой человек может быть для меня учителем. Ну хорошо, авторитет? Авторитеты? Авторитеты тоже могут быть разные. Вот, допустим, когда мы к тебе на фестивале или там на учебу приглашаем каких-то специалистов высоченного класса международного, да, в данный момент в какой-то области этот человек для меня является авторитетом, да, и я у него начинаю учиться чему-то. Мне кажется, невозможно вот упираться только во что-то одно. В каждом человеке, в каждом, в любом, даже в ребенке очень много того, чему стоит учиться. Да, мы учимся друг у друга всегда. Да, да, да. Это самое главное, быть открытым, идти дальше и не закостеневать в одной форме. Хорошо. Вот вы проговорили, что самое дорогое и ценное, что у вас есть, это ваш педагогический состав. Такая команда. Да? Да. По каким критериям вы подбираете? Они растут вместе с нами. Я их знаю всех с 7-8 лет. Но вы же не весь состав, который у вас есть, берете в педагогии. Понятно, но я же не беру, а не сами. То есть получается, что это люди, которые хотят заниматься тем, чем они занимаются. То есть они безумно любят свою работу, они любят детей, они любят родителей, что гораздо сложнее делать, нежели любить детей. Они находят общий язык, они в ущерб даже, может быть, где-то своему личному времени посвящают очень много сил тому, что они делают. Но и результативность другая, конечно. Поэтому это люди, которые живут тем, чем живут. Потому что я считаю, что танцы для меня – это образ жизни. И для всей моей семьи. Потому что и муж здесь же, Сергей Николаевич, второй основатель, и бессменный руководитель. И сын Евгений. И теперь уже его жена. Это все, это все. Мы все в танцах. Потому что иначе невозможно. Это семейная танцевальная династия, получается. Да, семейная танцевальная династия. Замечательно. А если, например, вам бы пришлось выбирать музыку, которая всегда заставляет вас танцевать, какую бы вы выбрали? Я думаю, что все-таки это такой софт-латин. То есть это латиноамериканская музыка. Но она не бойцовая, которая сразу в пляс, а такая романтичная. Романтичная, но ритмичная. Которая вот всегда в ней есть вот этот вот накат, ритм. Желание потанцевать. Да, хотя бы покачаться. Хотя бы покачаться. И ухо, конечно, от нее плывет. У нас есть традиция. Мы в конце каждого интервью, в конце каждого диалога просим закончить нашу беседу тремя словами. И именно этими словами, ну скажем так, подвести итог нашей встречи. Какие ваши три слова могут быть? Вообще мне очень хочется сказать всем, и я это, наверное, часто говорю людям, особенно, когда им плохо, когда хорошо, тем более. Дорогие друзья, жизнь удивительна и прекрасна. Любите ее. Жизнь удивительна и прекрасна. Спасибо. Отлично. Спасибо большое за интересную беседу. Мы еще раз поздравляем вас. Ну я думаю, у нас будет повод еще встретиться. Обязательно. Наши двери всегда открыты, как говорится. Ну что, друзья, у нас в гостях была руководитель студии танца Лариса, Лариса Любивая.